Всем добрый день дорогие подписчики! Сегодня мы говорим о протезировании бедра, протез бедра и вопрос был таков, когда можно поворачиваться на бок? Когда можно поворачиваться на оперированную сторону и когда можно поворачиваться на противоположную сторону от оперированной? итак смотрите в этом ролике мы говорим о протез бедра задний боковой подход то есть это когда у вас разрез идет вот здесь вот да если мы берем бедро то это вот здесь вот задняя боковая часть также есть протезирование с передним подходом это когда разрез у вас спереди но передний подход в протезирование бедра встречается все меньше и меньше все реже и реже кстати говоря почему но я наверное лучше сниму другой ролик на тему какой подход лучше и почему передний подход все меньше и меньше используется в мире и в практике так вот да значит сегодня мы говорим о задней боковом подходе который является наиболее распространенным подходом при протезировании бедра и когда можно поворачиваться набок, смотрите, я даю вам наши рекомендации, да, то есть, которые существуют у нас здесь, и имейте в виду, да, что в других странах могут быть другие рекомендации, поэтому я озвучиваю то, как у нас, а потом уже ваше, как бы, решение, да, принимать это к сведению, либо поступать как-то по-другому, значит, задний боковой подход, то, что касается поворачивания на бок, на оперированную сторону можно поворачиваться сразу, сразу после операции, на второй, на третий день, то есть, когда вы хотите, сразу можно поворачиваться, здесь единственное затруднение может быть в том, что вы физически не сможете, не сможете этого сделать, потому что, если, когда мы поворачиваемся, то, соответственно, на оперированную сторону, да, на оперированное бедро, то там разрез, он еще совсем свежий, пластырь, да, все это закрыто, но разрез свежий, и вам будет просто физически больно это сделать, поэтому в реальности на оперированную сторону, да, можно поворачиваться сразу, но, как правило, пациент это может сделать примерно начиная с третьей недели после операции. Значит, можно поворачиваться сразу, да, хотите с подушкой между колен, хотите без подушки вместо колен, как хотите, поворачиваться можно сразу на оперированную сторону. то что касается противоположной стороны допустим у вас операция бедра с правой стороны и вы хотите повернуться на левую сторону лечь на бок сли на левую сторону здесь действует ограничение у нас это шесть недель шесть недель нельзя этого делать но при условии да опять же при условии что как обычно поворачиваться на бок без ничего то есть без подушки если мы поворачиваемся на на бок противоположной стороны с подушкой между колен то это можно делать опять же с первых дней после операции иными словами если у вас операция справа вы поворачиваетесь налево вы можете это делать но только с подушкой между колен которая будет обеспечивать внешнюю ротацию вашего бедра почему здесь важно даст подушкой без подушки потому что в протезе бедра действует одно из ограничений основных которые действуют это заваливание ноги вовнутрь то есть нельзя чтобы нога вода у меня нога чтобы вот так вот заваливалась вовнутрь но если у вас протез бедра вы наверняка знаете это ограничение да то есть вот так вот чтобы нога завернулась вовнутрь нельзя потому что есть риск вывиха бедра то есть в этом положении ваша шейка бедра находится в уязвимом положении да она может выскочить назад мышцы слабые не укрепленные не накаченные то есть они плохо держат протез и есть риск того что протез выскочит поэтому и рекомендуют ложиться на противоположную сторону но только с подушкой чтобы соответственно если вы кладете подушку то у вас бедро как бы остается ровная до никакого заваливания во внутрь нет так как у вас там подушка лежит вот такие ограничения да то есть на оперированную сторону вы можете ложиться сразу просто ложится до на неоперированную сторону вы можете также ложиться сразу но с подушкой между колен и плюс без подушки на неоперированную сторону вы можете ложиться через 6 недель, то есть, когда снимаются полностью все ограничения. В реальности, да, в реальности, что делается в больницах, что говорят в больницах? Лично у нас, вот именно в нашей поликлинике, в нашей больнице, где оперируют, говорят пациентам ложитесь все время с подушкой, причем там на неоперированную, на неоперированную сторону, всегда берите, кладите подушку. Почему? По единственной причине, потому что люди начинают путаться, с какой стороны нужно класть подушку, с какой стороны не нужно класть подушку. В общем, пришли к единому мнению, к единой рекомендации, это класть подушку можно всегда, и получается ложиться можно на ту, либо на иную сторону с подушкой между колен. Единственное также здесь ограничение, которое у нас действует, это пациентам говорят, чтобы они не спали всю ночь в положении на боку, потому что все-таки здесь есть риск того, что пациент забудется, да, и там заснет глубоко, и подушка выскочит, соответственно, там опять же бедро может завалиться вовнутрь. Поэтому общая рекомендация такая, если вы хотите повернуться на бок, вы можете это сделать, но с подушкой между колен, желательно не спать всю ночь на боку, независимо там на одном, на втором боку, но чтобы пациента не путать, да, говорят, не спите. В практике, я вам скажу, встречаются пациенты, которые просто физические, да, вот они такие, что они не могут спать на спине, вот они не могут, они всю ночь, да, у них это белые ночи с открытыми глазами, пациент не спит. Вот в этих случаях это такие исключения, вот здесь вот я, да, позволяю себе объяснить полностью пациенту, да, с какой стороны можно спать, с какой стороны нельзя спать, когда мы кладем подушку, когда мы не кладем подушку, даже если нужно, я могу все это расписать ему, да, чтобы он как бы видел, запомнил, и таким пациентам, в принципе, допускается, если они будут спать ночью на боку, при условии, что если они спят на боку с неоперированной стороны, с противоположной, да, тогда, чтобы мы были уверены, что они подкладывают подушку, чтобы не было вот этого заваливания ноги вовнутрь. Да, с этим разобрались, но в принципе, я вам скажу, что если вы не какое-то супер исключение, да, и что в принципе для вас не составляет особого труда спать на спине первой недели, спите на спине первой недели, если хотите там в течение дня немножко повернуться, чтобы не путаться, берите подушку, но когда нужна подушка, когда не нужна, да, как правильно, я вам объяснила, почему нужна подушка, почему нельзя вот это вот вращательное движение вовнутрь, да, потому что после операции мышцы слабые, мышцы не держат протез, и есть риск того, что протез будет вывих протеза, вот, только по этой причине. Были ли у меня такие случаи вывиха протеза при неправильном, да, вот заваливании вовнутрь, не было, честно говоря, не было, но у меня и не было таких пациентов, которые бы не соблюдали вот эту рекомендацию. Все, делитесь вашими историями, да, если хотите поделиться, будет здорово почитать, там, да, на каком боку вы спите, подкладывайте подушку, не подкладывайте подушку, как у вас проходит ваш период реабилитации, если у вас протезирование бедра. Все, да, соответственно, после шести недель у нас все ограничения действуют шесть недель, после шести недель мы можем спать как хотим, где хотим, с подушкой на голове, с подушкой между колен, как хотите, где хотите, все ограничения снимаются после шести недель. Для нас это шесть недель, буквально еще там два года назад у нас это было три месяца, сейчас, видимо, согласно там статистике, да, посмотрели и решили, что шести недель достаточно, сейчас у нас все ограничения действуют шесть недель, то, что касается протезирования бедра. Единственное остается по жизни, это нога на ногу, это нельзя делать пожизненно. Все, прощаюсь с вами, всем до следующих роликов, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok